Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. На пожаре в Сростках погибли отец и сын. Заведено уголовное дело. Рост заболеваемости отмечен во многих регионах. Что за вирус? Куксаки и кто в зоне риска? Как наказать виновников, гибели собаки или кошки? Юристы и зоозащитники дают советы в День памяти животных, погибших от рук людей. Следователь возбудили уголовное дело по факту смерти двух человек. В Алтайском крае на пожаре погибли отец и сын. Это случилось в селе Сростки, где загорелся частный дом. Глава семьи успел вывезти на улицу жену и дочь. Вернувшись в дом, за 10-летним сыном выйти уже не смог. Тела 35-летнего мужчины и ребенка обнаружили при тушении. Пожар на сотни квадратах потушили. Было задействовано 12 специалистов и 4 единицы техники МЧС России. Предварительной причиной пожара следователи называют неисправность печного отопления, либо аварийный режим работы электрооборудования. Проверку по факту гибели двоих человек проводит и прокуратура региона. События международного масштаба обсуждают сегодня во всем мире. В США накануне состоялись выборы президента. И сегодня стало известно, что Дональд Трамп набрал необходимое для победы количество голосов. Следили ли жители Барнаула за политической гонкой в Америке? Если да, то на какого кандидата делали ставку? Я бы проголосовал за Брежнева. Мне они американцы не нужны. Следили ли вы за выборами в США? Да, конечно. На кого ставку делали? Ну, мне бы хотелось, чтобы Дональд победил. Почему? Ну, кажется, он все-таки лучше, больше знает, больше понимает. Скажите, за выборами в США следили? Кого? Да нафиг они мне нужны, тут бы за своими глядеть. Я вчера смотрел, да. На кого ставку делали? На Трампа. У него более дружелюбные планы в отношении России. Не слежу, но так или иначе информация об этом, она, в общем-то, мне кое-что известно. Я об этом читаю, вольно или невольно, я натыкаюсь на эту информацию. Я не слежу, мне только муж следит за новостями всеми. Я нет. За выборами следим, ставки не делаем, и нам все равно, кто там будет президентом. Лучше нам от этого не будет. Ни от одного, ни от другого. Продолжим. В нескольких регионах страны отмечен рост заболеваемости вирусом Коксаки. Случаи распространения инфекции участились в детских садах и школах Московской и Владимирской областей, а также в Краснодарском крае. Добрался ли вирус до Алтайского края? Насколько тяжело протекает болезнь, узнавала Мария Костылева. Ленты новостей федеральных изданий пестрят сообщениями о распространении вируса Коксаки в российских регионах. Оказалось, вирус не новый. Медикам и эпидемиологам он давно известен. Типичные симптомы Коксаки – лихорадка, сыт, диарея, слабость, тошнота, боль в горле. Кстати, Коксаки также известен как кишечный грипп. Вирус Коксаки – это как бы один из генотипов энтеровирусной инфекции. То есть это энтеровирусная инфекция, которая у нас в принципе всегда регистрируется ежегодно. Она имеет летний-осенний подъем, летнюю осенную сезонность. У нас она регистрировалась, как бы я повторюсь, ежегодно. И в этом году тоже у нас начались единичные случаи. В зоне риска чаще всего дети. Взрослые, как правило, могут являться лишь переносчиками. Вирус может передаваться различными путями. Но чаще всего заражение происходит через пищу и необеззараженную воду. В основном его привозят, вот если в зимнее время, для нас оно не очень характерно, с Таиланда. Отдыхают, в бассейнах купаются, вот такое заражение идут, друг от друга передается. Дети купаются, как правило, ныряют в воду, из бассейна глотают. И таким образом происходит заражение. В таком случае медики рекомендуют контролировать купание детей в водоемах и бассейнах, мыть продукт кипяченой или бутылированной водой, а выпить сезон, носить маски и чаще мыть руки. Кстати, если организм уже перенес атаку коксаки, и человек переболел, образуется стойкий иммунитет. Повторного заражения именно этим вирусом не будет. Однако надо понимать, что другими типами, даже с аналогичными симптомами, заразиться вполне вероятно. Инкубационный период коксаки длится не больше недели. Самые распространенные формы, которые мы регистрируем у себя, это у детей, как правило, организованных, высыпания идут на ладонях, на стопах и высыпания во рту. И герпангина, может, тоже слышали такое достаточно распространенное заболевание. Это не имеет никакого отношения к вирусам герпеса. Это вот как раз одно из проявлений интервирусной инфекции. Инфекционное заболевание представляет большую опасность не только для детей, но и для всех тех, у кого ослаблен иммунитет. Однако в целом эпидемиологи отмечают, в этом году в регионе гораздо меньше рецидивов заболевания, чем, например, в прошлом. Сейчас в ноябре тоже единичный случай регистрируется. Всего вот за 10 месяцев текущего года у нас зарегистрировано 43 случая энтровирусной инфекции. Она определяется в референс-центре. Вот в прошлом году мы отправляли, у нас было зарегистрировано 73 случая. То есть мы в этом году практически в полтора раза ниже. Также в Роспотребнадзоре добавили, в целом эпидемиологи в регионе можно назвать стабильной. Коллективный иммунитет у населения есть. На этом фоне идет снижение заболеваемости того же ОРВИ на 10%. Мария Костырева, Владислав Ковалев, День с толком. Сегодня по всему миру вспоминают животных, которые пострадали от рук человека. Согласно исследованиям, каждый четвертый представитель фауны умирает от действий людей. В России растет и число судебных разбирательств по статье «За живодерство». Однако лишь малая часть обидчиков получает заслуженное наказание. Можно ли статистику изменить, выяснял Данил Кузнецов. Сегодня Международный день памяти животных, погибших от рук человека. По подсчетам экспертов, в последнее время число убийств и издевательств над питомцами в России не уменьшается, а лишь растет. Со слов юристов, не смущает людей даже уголовная статья. У меня раньше 245-е, например, в год было одно-два-три дела, которыми я занимался. То сейчас у меня их около 30 в производстве по всей стране. Однако, как утверждают алтайские зоозащитники, в нашем регионе жестокости по отношению к животным становится все меньше. По крайней мере, намеренного насилия. Вот эту тенденцию, мне кажется, можно назвать некой потребностью людей в какой-то гуманизации, единении, сострадании. Потому что очень сложная общественно-политическая, психологическая ситуация напряженная для всех жителей страны. Однако непреднамеренное насилие остается примерно на том же уровне. Самые частые случаи – ДТП с участием животных. Также часто питомцев оставляют где-либо на цепи, после чего они умирают от голода. Все эти случаи преимущественно относятся к собакам. Но кошки тоже зачастую страдают, в основном от голода. Например, когда их несколько десятков в одной квартире. На всех еды не хватает. Однако привлечь к наказанию за такое трудно. Если мы берем там по Алтайскому краю, за последний год таких дел не было возбуждено. Было несколько заявлений, но по всем был дан отказ ввиду отсутствия состава преступления. В том числе возбуждали делом и по стрельбе по собаке, то есть когда из пневматического оружия собаку расстреливали. И возбуждали по отравлению животных, когда раскидывали отраву. Юристы говорят, сложно довести подобные дела до конца из-за двух факторов. Во-первых, люди, которые заметили издевательство, редко снимают это на камеру. Поэтому зачастую отсутствуют улики. Во-вторых, нужно доказать, что был мотив, и обидчик проявил жестокость намеренно. Хотя депутат Бурматов всегда говорит, что до пяти лет лишения свободы грозит. Ну, грозит в теории. По факту никто никогда не дает. Не то, что пяти, даже трех. Но мы добиваемся все-таки таких приговоров. Очень редко, но мы в выборском городском суде. Позапрошлую пятницу вынес в суд приговор по части 2 статьи 245. И приговорил к реальному лишению свободы живодера. Три года колонии общего режима. Так что же делать, чтобы обидчик понес наказание? Зоозащитники и юристы рекомендуют по возможности вмешаться. Или зафиксировать издевательство на камеру. Во-вторых, если животное пострадало, связаться с приютом. А лучше довезти туда собаку или кошку. Ну, а далее нужно обратиться в полицию. В крайнем случае, можно привлечь юриста. Даню Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Я говорю, что он... Из незаконного оборота изъято около 100 грамм наркотических средств. Три единицы огнестрельного оружия. Десять боеприпасов. В ходе осуществления пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу выявлено и задержано шесть лиц, находящихся в федеральном розыске. 27 причастны к террористической и экстремистской деятельности. К другим темам. Алтайская музыка известна на весь мир. Коллектив «Алтай-Кай» уже почти 30 лет занимается продвижением народного горлового пения, которое, как считают многие, обладает и лечебными свойствами. Ансамбль объехал с концертами Чехию, Данию, Австрию, Францию, Америку и другие страны. Однако лучше Родины места не нашел. Подробнее о музыке и о том, как участники коллектива сохраняют традиции Республики Алтай, расскажет Данил Кузнецов. Это горловое пение. Сложная техника с необычной артикуляцией в гортане. Она позаимствовала многое от шаманизма, поэтому, как считают эксперты, обладает лечебными свойствами. Коллектив «Алтай-Кай» из Республики Алтай под руководством Урмата Интаева уже почти 30 лет создает народные песни, используя этот прием. Ансамбль прославил местный жанр музыки на весь мир и даже попал в Книгу рекордов Гиннеса за самое длительное горловое пение. «Руки устали, инструментами просто тормознули. Небольшая пауза, 5-секундная такая. И зарегистрировали 4 часа 26 метров. А пели 12 часов беспрерывно. Но это очень опасно, конечно. Писали страховку и так далее, чтобы голоса не потеряли. Очень серьезная работа». Коллектив объездил множество стран с концертами. Только в Америке они были свыше десятка раз. Выступали даже в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Также они пели в лондонском Ковенд-Гардене и в театре Лопе де Вега в Испании. «В Китае разными музыкантами, оркестрами по всему Китаю гастролируем. Естественно, не только Китай. Азия, Япония, Малайзия. Бывают совместные музыканты в Америке. У нас Брэнда Джексон выступали с сестрой Майкла Джексона. Естественно, без России как. Россия, мы Надеждой Бабкиной гастролируем. Но все-таки больше всего коллектив вдохновляет Родина. Природа и животные – это ключевые образы в их песнях. Особенное место занимают лошади, которых алтайцы до сих пор используют для передвижения в труднопроходимых местах. «У нас на инструменте, даже щепковом, при этом инструмент называется топ-шур, даже играем, как будто лошадь идет, как будто, ну все с лошадью, с лошадьми связано». Мурмат Интаев, основатель коллектива, пять лет назад даже создал свое крестьянско-фермерское хозяйство для сохранения алтайских чубарых лошадей. Последние годы аграрии все реже стали содержать скакунов из-за низкой цены на мясо. Особенность алтайских чубарых в том, что они рождаются сразу с пятнами, в то время как другие лошади получают их во время роста. Также у некоторых животных есть белые зрачки. Однако это уже вымирающий вид. Алтайские чубары очень выносливые. Особенно это заметно в морозы. По словам исследователей, они представляют большую историческую ценность, поскольку древнее лошади Приживальского. «Я здесь, что я их люблю, здесь, что я занимаюсь этими лошадями. Первые я даже придумал для разведения этих лошадей скачки на чубарах лошадях. А там позже сделал борьбу от Тукуреш, борьбу на верховом лошади именно на чубарах лошадях. Это мы провели в Лаганском районе на празднике. И до сих пор тоже проводим, даже песни сочинили про чубарах лошадей». У Урмата Интаева три косяка лошадей. Сейчас он пытается получить дополнительную землю, чтобы было место для покоса, пастбища и конюшни. Расширение также позволит полноценно заниматься селекцией. Несмотря на фермерскую работу, он по-прежнему находит время на сочинение новых композиций. С начала года коллектив «Алтай Кай» работает над новым альбомом. Его концепция заключается в том, чтобы совместить горловое пение с современной компьютерной музыкой. Даню Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком. Творческий батл «Красоты и таланта. Верь в себя» прошел в Барнауле. Конкурс для воспитанников Центра в помощи детям, оставшихся без попечения родителей, организовал благотворительный фонд «Сила добра». Ребята представили жюри не только хореографические и вокальные номера, но и спортивные. В зрительном зале и за кулисами конкурса побывали наши корреспонденты. Три недели готовились, чтобы показать себя во всей красе. Для этих ребят творческий конкурс стал уже ежегодной доброй традицией. Так как я не первый год уже в этом проекте «Сила добра», в том году у нас тоже происходило мероприятие, но оно происходило только с нашим Центром помощи. Сейчас это центры Барнаульские и не Барнаульские, центры Алтайского края. И я, конечно же, пожелала, я очень захотела. Это показать себя, это научиться чему-то новому, это общение. Все это время педагоги и наставники работали с ребятами по разным направлениям, которые помогут не только на сцене, но и пригодятся в жизни. «Мы проводили мастер-классы, которые направлены на получение каких-то там знаний. Это кулинария была, актерское мастерство, хореография, вокал». «В основном это была работа с детьми, чтобы прям прочувствовать их, услышать их и уже потом помочь им создать вот их номера». «Минута славы» на сцене – отличный повод заявить о своих талантах. А еще побороть стеснение, стать смелее и увереннее в себе. «Каждый человек, который принимает участие в конкурсах красоты, в конкурсах творческих, они уже победители. Только по одной простой причине – выйти на сцену – это уже подвиг. А если сделать что-то еще колоссальное, это классно, это здорово». Сами участники отмечают – подобный творческий опыт имеет много весомых плюсов. «Это дает огромное развитие. То есть дети развиваются и самореализовываются. Многие мечты даже исполняются. Также преодоление любых страхов. Я боялась общаться с людьми более старшего возраста. Ну, не знаю, был страх. А сейчас спокойно все, хорошо». Кстати, на этот раз участники подготовили не только творческие номера, но и спортивные. Так в одном из выступлений ребята продемонстрировали навыки рукопашного боя. В творческом баттле приняли участие 10 воспитанников из четырех детских центров региона. Кстати, ребята ждут уже следующий конкурс, который планируют провести в следующем году. В День народного единства в Барнауле прошла детская спартакиада и посвящение в спортсмены. А те родители, которые только выбирают, в какую секцию отдать ребенка, могли посмотреть на показательные выступления разных федераций. Какой спорт самый популярный в краевой столице и как не выгорит на тренировках? Об этом далее. Детская спартакиада по нескольким дисциплинам прошла в Барнауле. Ее приурочили ко Дню народного единства. Мероприятие проводят уже в 13-й раз. За это время выросло множество мастеров спорта. А ведь у многих первые шаги начинались с праздника спорта, который проходит сразу после соревнований. То есть они читают клятву и их посвящают взрослые. И они становятся, то есть до этого они ходили, ну как бы как обыкновенные дети, а теперь они становятся уже настоящими спортсменами. У них есть значок, вымпел. Когда-то так посвящали и Людмилу Шибаеву, а сегодня она гимнастка года. Оттачивает свое мастерство спортсменка ежедневно. Несмотря на плотный график, от выгорания не страдает. Помогает в этом смена цели на тренировках. Например, я пришла на первую тренировку, у нас 7 дней в неделю тренировок. Вот. Я прихожу на тренировку, мне там говорят, вот сегодня должна сделать то-то, то-то. Я делаю это, выхожу домой, делаю уроки. Потом на следующую тренировку прихожу, делаю то-то, то-то, другое и вот так на неделю. Но главное для начала – загореться. Для этого для детей и родителей провели показательные выступления около 10 федераций спорта. Среди них, к примеру, гимнастика, теннис, борьба. Вообще в Барнауле самыми популярными считаются единоборства. Мы проводили мониторинг именно занятий, ну, всех видов спорта. И, значит, самый массовый у нас вид спорта – это дзюдо. Есть, допустим, профиль не только дзюдо, но и самбо. Соответственно, дзюдо-самбо, оно у нас идет как двойное виды спорта. Соответственно, из-за этого и количество. Всего в Барнауле спортом и физической культурой занимаются около 300 тысяч горожан. К тому же это число постоянно растет, способствует тому сотне спортивных мероприятий, которые проходят ежегодно. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Хоккеисты «Динамо Алтай» накануне добыли шестую победу подряд в чемпионате России. Белоголубые провели сложнейшее турне по маршруту Тула, Воскресенск, Рязани, Нижний Новгород. Во всех встречах наша команда одержала победу. Подробнее о выездных матчах и о других спортивных событиях расскажет Дмитрий Дроздов. С 29 октября хоккеисты «Динамо Алтай» отправились в дальнее путешествие. Первая остановка была у тульского АКМ. Там гости разобрались с хозяевами 7-3. Далее по буллитам белоголубые одержали победу над «Воскресенским химиком». В третьем поединке барнаульцы встречали с Рязанью ВДВ 4-2. Вновь победа за алтайской дружиной. И в заключительном матче выездной серии «Динамо Алтай» взял верх над торпедо «Горький» 3-2. «Была проделана ежедневная кропотливая работа. Результат к нам пришел. Очень непростой матч. Но я думаю, на выезде простых матчей бывает. Да и вообще простых матчей не бывает. Команда поверила в себя. Выстояли в меньшинстве в непростой ситуации. Забили нужные голы. Дотерпели. И одержали победу». Динамовцы поднялись с 27-й на 16-ю строку турнирной таблицы. К слову, барнаульцы все еще немного штормит. До этого клуба было 8 поражений подряд. А уже сейчас, наоборот, 6 матчей «Динамо Алтай» не проигрывает. Неужели тренерский штаб нашел секрет успеха? «Секрет в каждом из нас. Что-то у нас закрыто. И на что-то мы способны каждый. Мы не знаем на что. Поэтому наша задача, как говорится, тренеров – не навредить и раскрыть те качества в ребятах, хорошие, которые, чтобы они приводили к победам». На всероссийском турнире по боксу памяти академика Бардина две медали завоевали спортсмены из Алтайского края. Турнир проходил в Череповце и собрал более 100 боксеров из 30 регионов России. Среди участников были и воспитанники Алтайского ринга из города Бийска. Оба боксера дошли до финала, но результат был разным. Анатолий Усманов вышел победителем против спортсмена из Санкт-Петербурга. А Алексей Терентьев по решениям судейской бригады завоевал серебряную медаль. Дмитрий Дроздов. День с толком. Очередной выпуск нашей программы смотрите завтра в это же время на телеканале «Толк». Ну а я напомню, что для вас работает телефон редакции 205-545. Далее о погоде спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи в эфире. Продолжение следует...